всем привет меня зовут катя и я сегодня вам буду показывать процесс создания новой иллюстрации для моих тубусов это будет серия с динозаврами мне очень понравились динозавры в последнее время мы их рисовали на занятиях с детьми и я поняла что они такие классные у них такая интересная текстура и вообще для раскраски они очень очень круто подойдут вот сначала я сделала тут набросок простым карандашом обычно этого не делаю но здесь фигура не такая простая и чтобы сохранить так сказать передать сразу пропорции динозавра я вот использовала карандаш где наметила основные линии и дальше начала уже работать линером но вот как показала практика не знаю мне кажется на видео не сильно заметно от линии самой я часто отходила то есть конечно когда я делаю какие-то карандашные наброски это еще не означает какой-то прям конечный контурный рисунок вот и уж тем более там его стирать нет это как просто такая разметка где какие области животного будут чтобы вот реально не налажать с пропорциями вот рисуем тут вот зубы всякие мелкие детали естественно сначала я делаю контур вот и дальше уже заполняя объект нашего динозавра какими-то узорами и когда продумываю ну какой именно будет орнамент какие будут линии я всегда стараюсь смотреть на оригинальное изображение в данном случае я посмотрела разные картинки с вот этим вот динозавром я кстати вообще не помню как он называется я уже запуталась в этих именах если напишите в комментариях кто это будет прикольно вот я всегда опираюсь на оригинальное изображение чтобы попробовать передать вот характер именно животного потому что все объекты и животные и различные там предметы они все состоят не только из контура из своей формы но и из текстуры из какого-то узора который уже изначально есть на нем и вот важно еще добавить опять же в какую-то такую иллюстрацию когда она не натуралистичная а вот такая у нас в стиле раскраски важно вот добавить что-то вот из такой текстурной истории объекта и поэтому то есть я смотрю какие линии у животного есть в рисунке где какие линии показывающие вот мышцы и прочее 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 вот и из-за этого когда ты вот стараешься передать такие сделать такие акценты у нас и получается интересная картинка у нас получается такой правильный объем и динозавры будут разные потому что можно было взять одного динозавра 2 3 и всех там в какие-нибудь там дзеновские вот эти вот рисуночки заполнить их там где-то клеточки где-то что-то еще то есть ну довольно таки было бы примитивно и они были бы одинаковые а тут я все-таки стараюсь обращать внимание на то как у них идет идет вот это вот их броня чешуя а вот где вот какие линии прям просятся где нужно добавить линии чтобы показать объем динозавра в общем все все это учитывается они бездумно вот рисунок делать и к тому же это действительно вдохновляет потому что когда думаешь господи как же вообще нарисовать какой узорчик сделать просто внимательнее смотрим на на натуру даже когда вы стилизуете вы можете все очень круто продумать динозавр у меня стоит на земле и я сделала такие камни вот чтобы тоже как-то разнообразить еще фон вот будет у меня в серии и без фона просто динозаврики такие в воздухе висящие а некоторые я вот делаю как раз с фоном мне очень нравится бы и такая история и такая вот тому же всегда можно взять и нарисовать фон самим вот этот динозавр мне очень понравился мне кажется характер его передан что он такой хищный хотя опять же может быть он и не хищник и я не помню вот я как всегда смотрю в первую очередь на то как прекрасно он выглядит вот иногда я утолщаю контур если много объектов в иллюстрации и хочется что-то выделить вот в данном случае я просто обвожу по контуру динозавра и где-то я продолжаю чуть вот эту вот более толстую линию например когда обвожу ноги чтобы она так плавненько потом сходила на нет и чтобы в самой иллюстрации когда ее раскрасишь тоже оставалось такое вот различие по основным объектам потому что здесь мы четко можем выделить само туловище гребень и ноги вот поэтому стараюсь так тоже разделять чтобы и видно было еще вот это вот ноги передняя нога и задняя нога что у нас ближе что дальше вот чтобы все по плану также в конце я буду сканировать работу обязательно обрабатывать контур непосредственно фотошопе вот и с этим динозавром я это уже сделала он получился очень очень классный вот и вот я прям уже есть честно с нетерпением таким жду когда буду тестовую печать делать чтобы посмотреть как там что получилось где еще может быть надо что-то подправить и конечно будем их раскрашивать с дошен а вообще обычно я сейчас серию динозавров рисую не дома это я села вот специально на камеру порисовать вот а так сижу рисую на танцах дошен когда он там танцует я жду и вот за 45 минут а у меня получается сделать одного динозавра вот как и здесь видео где-то сняло минут наверное 35 вот он нас такой динозаврик отличники и получился уже в серии у меня 7 нарисована и надо будет еще искать новых динозавров потому что они некоторые так похожи между собой отличаются нам вообще какими-то мелочами я понимаю что но в серию их как-то запихивать не очень круто вот потому что они действительно будут выглядеть практически одинаковыми также думаю как разнообразить серию может быть нарисую даже отдельно голову или даже череп вот мне кажется с вообще будет классная идея такой сделать симметричный рисунок и вот будем раскрашивать такой вот динозаврик очень очень классный и спасибо что посмотрели